Всем привет! Меня зовут Михаил Усов, я профессиональный клоун, работаю в цирке Дю Салей, шоу Тотем. Следующая тема, на которую я хотел бы поговорить сегодня, называется подарок. Не секрет, что все люди на земле хотят быть успешными и счастливыми. Эти замечательные два желания являются также шаблонами или клише, в основе которых лежит глагол «получить». Мы ведь хотим получить счастье или успех в будущем. Однако в русском языке слово «счастье» звучит как «сей час». Интересный и тот факт, что счастье не может быть личным. Недаром, когда мы чувствуем себя счастливо, мы хотим поделиться этим состоянием с другим человеком. И таким образом мы можем сделать вывод. Хотя мы и чувствуем себя счастливым, хотя это личное переживание, но все же счастье не любит быть в одиночестве. Когда мы чувствуем себя несчастливо, все как раз-таки наоборот. Мы зажимаемся и не хотим, чтобы нас кто-то тревожил, трогал. Мы чувствуем себя несчастливо и не совсем хотим делиться этим состоянием. Ну разве, может быть, некоторые злодеи хотят поделиться таким состоянием. Поделиться своим счастьем – это так естественно. Вот по шкале от 1 до 10, если у нас счастье сегодня только на единицу, то и делиться нужно на единицу. Не нужно претендовать, что у нас есть счастье на 2, на 3, на 4, на 5. Если у нас счастье на 4, и делиться нужно только на 4. Если счастье у нас на 10, ну и делитесь тогда на 10. В другом же случае это будет все выглядеть неестественно, наиграно. Когда мы стоим на сцене или на переговорах, чаще всего мы хотим получить. Получить успех, получить аплодисменты, получить контракт. Я предлагаю изменить свою мотивацию и подарить свое выступление публике. Подарить свою презентацию публике. Подарить свою точку зрения на встрече. По своему опыту скажу. Когда мы делимся своим выступлением с публикой, мы служим. Когда мы ждем аплодисментов от публики, мы попрошайки. Мы попрошайничаем успех. Когда мы служим или делимся нашим выступлением, как правило, у нас больше и контрактов, и успеха, и мы больше счастливы. Потому что мы отдаем. В этом-то и есть весь секрет. Отдать. Первого человека на земле звали Адам. На русском языке это звучит как отдать. Представляете, если бы у него было бы имя, взять. Возможно, и нас бы не было с вами. Никого бы не было. Подарить свое выступление публике. Подарить свою презентацию публике. Подарить свою точку зрения. Ваша аудитория. Подарить идею своему начальнику. В данном случае подарить – это не значит, что вы должны делать все бесплатно. Это значит, что вы не обязаны слушать аплодисменты или похвалы или критику в свою честь. Подарить – это ваше отношение в тот момент, когда вы стоите на сцене или презентуете ту или иную идею. Вы просто дарите свое выступление публике. Это похоже на то, когда мы дарим подарок на день рождения своему другу. В надежде на то, что наш подарок понравится. Но если он даже и не понравится, ну что же делать? Мы же подарили его от чистого сердца. Наши намерения были чисты. Здесь важное намерение. Намерение служить. Намерение отдать. Есть намерение быть Адамом, первым человеком на земле. Чтобы отдать, нужно что-то иметь. И Адам будет… Тема Адама будет следующей темой нашей встречи. Я вам желаю хорошего дня. Более подробную информацию вы можете увидеть по ссылке внизу под этим видео.